Допомогают на уборцы урожая и студентские отрады. У Минской области створено больше за 260 молодежных дружин. Працуют они не только в поле, в оздоровленных лагерях, на будовнестой поликлинике и детских садков. Запотребовано также оказание послуг студотрадами в сфере гандля, доброе упорядкование и зеленение. Как же проходит летний працованный семестр, доведилась Наталья Кузьминская. Уже другой год запор Карина Труш от починка от лекции конспекта сумящаясь с практикой в детячем лагере Зареница. Для своих выхованцев, как старшая сябровка, без имя по-батьку, просто Карина. Это, дороже, сразу допомогает легко найти подход до каждого. А без этого у ее будущей працы наставника никак. Еще в школе поняла, что очень люблю маленьких деток, и поэтому все время даю на младшие отряды. Мне с маленькими намного проще. Все эти 18 дней дети полностью наши. Мы их кормим, убираем, заплетаем, готовим с ними танцы. Конкурсы разные, в бассейне мы плаваем с ними. Зараз у лагеря больше за 300 детей. Педагогичному коллективу допомагаются одразу некальки студотрадов. Звычайно, с кадрами тут проблем не ама. Навод конкурс. Для одних это вельми добрая практика, а для інших – корыстный житевый опыт. Студент БНТУ Павел Белый на змене у першиню. Однако, когда будет махчимость, обовязково приедет в Зарницу и ЗНУ. Переживал по поводу того, что, скорее всего, будет трудно, но, в принципе, особо трудностей никаких не возникало. Ребята постоянно чем-то заняты, и с ними есть о чем поговорить. Это очень хороший опыт именно общения с детьми. Ну и вядома зарабить. Махчыма перши – гроши в житии. За каждую прационную измену в детящих лагерях, а это 18 дней, студенты отримливают от 300 до 450 рублей. Как быть вожатым у лагеря, недостатково просто любить детей. Мне поднимается разностальная издольности. Быть музыкантом, историком, этнографом, а часом и инструктором по плаванию. За это лето в Минской области больше за 3000 студентов поспробуются о биоразностайных профессиях. Экипажи из Тудотрадовца у ЗАРа собирают сбожа. Молодежные дружины, працуясь на будовнестве дитячих садков и поликлиники у Солигорску. Они будут работать на уборке яблок в агрокомбинатах. То есть очень здорово. Есть те работы, которые постельны и школьникам, и студентам. У нас в этом году работают и международные сельхозотряды, и с Курской, и Нижегородской сельскохозяйственных академий совместно со студентами Аграрного технического университета. Они работают на зернотоке, они работают на технике очень серьезной. И даже девушки работают в сельхозотряде у нас в этом году. Третий працовный семестр худко скончится, однако для многих и он не опошним. Студотрады будут денежать до 31-х жнивня, некоторые застанутся на месте працы на неополной занятости и послелетних каникул. Наталья Кузьминская, Юрий Тиханович, агентство «Телиновин».